Добро пожаловать на канал о криптолетах Неолайф. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так аналитик Bloomberg Майк Маглоун прогнозирует бычье восстановление биткоина в следующие 6 месяцев. Он предполагает, что текущие индикаторы демонстрируют те же признаки, что и дно медвежьего рынка в 2018 году, которое предшествовало сильному отскоку в первой половине 2019 года. И Маглоун предсказать, что биткоин либо находится на пути к одному из величайших бычьих рынков в истории по относительно сниженной цене, либо рынок криптолета начинает терпеть неудачу и отпугивать инвесторов. Наша предвзятость заключается в том, что принятие биткоина, скорее всего, продолжит расти. Маглоун отметил, что если фондовый рынок продолжит падать с такой же скоростью, как и в первом полугодии, последнее повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов со стороны ФРС в июне может стать последним в году, поскольку правительство работает над тем, чтобы избежать рецессии. И такой исход может привести к резкому росту цен по классам активов, поскольку инвесторы вновь выйдут на рынок. Еще одна новость. Vegas Loop и Луна Маска теперь принимают платежи в Доги Коина. Илон Маск написал, что я поддерживаю Доги везде, где это возможно. Его компания по строительству туннелей The Boring Company начала разрешать клиентам оплачивать производство и транспортной системе Лас-Вегаса с помощью Доги Коин. В сообщении 7BC от 6 июля говорится, что новый способ оплаты через BitPay появился в пятницу, на следующий день после открытия новой станции Loop в конференц-центре Лас-Вегаса. Компания все еще работает над внедрением беспилотных автомобилей в свою транспортную систему Вегаса в будущем. Также еще новость. Выплаты зарплаты в стейблкоине USDT признаны незаконным китайским судом. USDT нельзя использовать для выплаты заработной платы, постановит китайский суд, сославшись на полный запрет страны на все виды криптовалютных транзакций. И несмотря на запреты криптовалютных транзакций, некоторые фирмы все еще используют стабильные монеты, такие как Тезер, для оплаты труда своих сотрудников. А полный запрет таких транзакций может быть слишком сложным для регулирующих органов. Технически невозможно запретить платежи в долларах США ни в одной стране. И эксперты также считают, что USDT и USDC совсем не популярны в Китае. Еще одна новость. Компания Wire и Manigram запускают первый сервис обмена между наличными и криптовалютой, который позволит пользователям переключаться с фиатных валют на цифровые валюты одним щелчком мыши. Эта новая услуга доступна уже с 30 июня, и использовать будет блокчейн Stellar. Пользователи новой услугой могут снимать наличные в более чем 400 тысяч точках, примерно в 200 странах. И сервис будет использовать инфраструктуру двух компаний, чтобы легко обеспечить прямой обмен между валютами и криптовалютой, без каких-либо затрат для пользователей. И видение Wire всегда заключалось в том, чтобы нанести криптовалюту до масс, независимо от местоположения, финансовых возможностей или экономической грамотности. Эта новая интеграция с Manigram создает простой доступный опыт для людей. И при устранении барьеров доступности, пользователям предоставляется возможность получать доллары в своем кармане на блокчейне всего за 5 минут. Это захватывающий шаг вперед для мира криптовалют. И в заключение я хочу сказать, что Банк Международных Расчетов планирует создание мультиплатформы CBDC для международных платежей. Так, Most Multiple CBDC – это проект совместного создания оптовой цифровой валюты Центрального банка CBDC, который следует возможности технологии распределенного реестра DLT изучать применение CBDC для улучшения финансовой инфраструктуры, для поддержки мультивалютных трансграничных платежных операций. И согласно экономическому отчету Банка Международных Расчетов, несколько систем CBDC, которые объединяют национальные цифровые валюты в общие совместимые платформы, предлагают наибольший потенциал для улучшения ограничений сегодняшних систем. Они обеспечивают Центральным банкам старт с чистого листа, не обремененный устаревшими механизмами или технологиями. Так, Инновационный Центр Банка Международных Расчетов в Гонконге, а также Денежно-кредитное управление Гонконга, Банк Таиланда, и Стациональный Цифровой Валюты Народного Банка Китай и Центральный Банк Объединенных Арабских Эмиратов совместно работают над созданием прототипа платформы под названием Embridge. И прототип Фазы 2 продемонстрировал потенциал использования цифровых валют в технологии распределенного реестра для обеспечения более дешевых и безопасных трансграничных платежей и расчетов в режиме реального времени. И платформа могла бы выполнять международные переводы операции по обмену иностранной валюты за считанные секунды. И стоимость таких операций для пользователей также может быть снижена до половины. И текущая фаза проекта расширяет географию разнообразия валют и вариантов использования. В дальнейшем проект продолжит изучение существующих ограничений текущей платформы, связанных с контролем конфиденциальности, управлением ликвидностью, а также масштабируемостью и производительностью DLT при обработке больших объемов транзакций. И ожидается, что следующие этапы проекта будут включать испытания в безопасной контролируемой среде с коммерческими банками и другими участниками рынка. И подведя итог, мы видим из видео, что все движется по символу X. А как мы с вами знаем, есть одна криптовалюта с символом X, которая сделана специально для всех этих целей, что описаны банком международных расчетов. И это криптовалюта XRP. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам нравятся мои видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Кто хочет, может поддержать канал. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DLT. Субтитры сделал DLT.